дамы и господа доброго всем добрейшего вечерочка приехали достраивать наш чудо курятник надо же ускоряться у нас осталось три дней до заявленного дедлайн соответственно ну как самая сложная работа вроде как у нас практически сделано самая сложность из-под домик много деталей много нюансов много всяких мелочей вы был там я думаю что мы построим за ним там просто три каркаса слупить и собственно этом все каркаса сделаны вот таким образом что таким образом сегодня надо эти все детальки доделал придумал как здесь сделать в общем все придумал все начинать делать меньше слов больше делать красота да не говори у меня тоже безумно нравится вообще очень стильно получается так она буквально я не знаю сколько 5-10 минут на солнце и она уже не липнет ну да ускоряет вообще работа до безумно на очень круто выходит неплохо это мягко сказано это круто а еще я вспоминаю когда помнишь ты прицеп делал вот эти полочки там вообще такие прям были смешные кривенькие косенькие а тут это вообще космос какой-то нет ни прицеп да если бьетов прицеп не делал этим ужасным зеленым бошевским лобзиком не инструмента был зеленый бошевский лобзик и стэнли какой-то шуруповёрт вот я понизнанке я думал что он так и должно быть так это и работает других не бывает типа чем все инструменты одинаковые блин пилит криво все косо все не пойми как а потом когда все построил для того чтобы лапы опускать на прицепе купил вот этот вот парт ну естественно приехал гараж заводил биту этом дай попробую закрутить саморез я нажимаю он такое ощущение как разогретый такой комнатной температуры маргарин вот иголку стендерски у меня в руку выворачивал он там есть трещал 4 с ним не был нифига сего по мне как раз это нужно было немножко кровать переделать нужно было огромную фанеру отпилить я мысленно представлял как этим лобзиком кривым который ломается пилки которые есть тупит тормозит и то его чуть напряг даешь он сетевой задыхался короче я думаю на тебя все хозяйстве должен быть шуруповерт и лобзик и такой минимальный набор я вам пойду куплю и даже купил обычный лобзик этот как вызвать бошевский зеленый стоил что-то дай бог память тысячи четыре наверное а вот этот лобзик я покупал он стоил до подорожания 15 что-ли тысяч я его купил как сейчас и начинаю пилить и он точно так же как будто ты острыми ножницами какими-то портняжными я не знаю тонкую бумагу а4 так и все без направляющих без ничего ровно максимально сколько подвеском возможно и вот с не переклинил понравился начал закупать инструменты я протерла и работаешь твои ты просто кайфуешь то есть ты не думаешь с хорошими инструментами о том как тебе это сделать ты больше думаешь что тебе нужно сделать придумываешь как должно выглядеть и когда ты начинаешь от реализовывать у тебя нету никаких сложностей просто делать меня сейчас единственная сложность с инструментами всего с которым есть это вот с этой фидерфи который мне весь мозг вынесла которыми все нервы из портова потому что она не пилит она угол 90 градусов ее выставляет не выставляли вот пожалуйста дешевый инструмент люфт направляющих и вот когда ты продемонстрируешь вот по 45 градусов выпили со судьба собрать рамку указал бы чем проще вставляешь 45 градусов и лишь все вот пока до 3 складываешь думаешь у как красиво все получается но сейчас и как только ты четвертую прикладываешь хотя вся эта идиллия тут же разваливается то есть углы не сходятся и это я короче это я уже с третьей попытки пилю то есть ну как тот скажет что это ну ничего нормально затянуть не это брак то есть нормально это когда у тебя швов не видно то есть вот вот такие они должны даже не такие здесь даже на таком углу не сделать он плавает за счет люфта самого ножа и направляющих этот максимум что можно сделать это я сначала сделал там вообще все развалилось потом я уже подстраивал углы подстраивал там настроить пытался бесполезно а вот рамка которого я сделал вот на этот который для этого не предназначен все все углы сошлись как положено ровно идеально хотя фактически здесь сложнее ситуации здесь широкий угол то есть широкая заготовка и сейчас рослось пять минут вот с этой я мучился минут на 30 в итоге ничего не получился выкинул так что ну не знаю там не настраиваться никак потому что ты не делал я все равно вот видно вот этот люфт он есть хоть ты тресни как ты вот это сейчас у меня все зафиксировано затем ноги с другой стороны понятно это было стоит там скобки шестнадцать на одол стоит 80 но вот каждому свое переводить либо один раз купить хорошее следующая моя покупка будет точнее не покупка смена и у продам и куплю себе нормально а такие дела а даже прямой под 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 ноль градусов или все равно не далеко не идеально все равно эти зазоры они тут есть такая крылья а 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 и а а и то и а а плюс и в а это точно здесь 10 секунд на это точно подкорректируйся представляю вашего внимания универсальный высоко подкорректируйся 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 курочки дышат нам осталось только собрать скрепить и вуаля и вуаля? да и вуаля и учет? и учет и вуаля 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 на зарядку ставить я уже salita и вуаля и вуаля и вуаля и вуаля как, вуаля и вуаля в гостях у сказки это будет короче задняя панель нужно для того чтобы убираться но мелочевка на важно облагораживаю быстро не сделай на мелочевка здесь важно конечно поэтому тут сто раз вымеряешь скучаешь на самом деле я кайфую мне нравится да не нравился но туда нашел очень другое другой области придумывать и придумала же бы вот в чем главный фирм все работает теперь второй опаньки Да? Да. Вот так вот. Такие у нас клевые. Смотрите, классные. Угу. Красиво. Какие качества. Готово. Все. Взял, раз открыл, двой открыл, потянул. Закрывай. 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 Следующая панель. Верция номер два. Закрывай. 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 Закрывай врач делаешь, Закрывай. Закрывая велосия. Закрывай з watershed в детской зелике. Закрывай заморذеря. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Здесь скрываем проветривание. Там скрываем вверх. Да. Давай, живем сюда. Да, давай. Слушай, не падает, да? Не падает, она под углом. Короче, если тут и керри открыты, то держишься. Быстро над полезешь, полбузерка. Дай будет нясь. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Итак, да, господа. Какой у нас сегодня день работает? Шестой, по-моему? Шестой. Фактически сам курятник у нас готов. Получилось, на мой взгляд, очень неплохо. Здесь осталось вставить окошки, но у нас уже есть стекло. У нас все есть, просто вставить. Я думаю, что мы уже, когда довезем, там уже и вставим. Потому что, ну, побаиваюсь я, не дай бог, по какой-нибудь вести, но лопнет, треснет, он дорогой от того какого-то стекло. Вот, значит, лицевая сторона, вы поняли? Вот она вот так вот выглядит. Значит, сбоку тоже все стандартное. Здесь у нас будет дверца, дверца сейчас покрашена, сохнет. Значит, с задней части у нас есть вот такая вот дверь огромная для доступа почистить, подмести, убраться. Так, идем дальше. Здесь у нас с этой стороны вентиляция, если нужно дополнительно проветрить. Открыли. Ну, единственное, здесь мы сеточку еще изнутри, когда будем зашивать, все. Сеточку добавим, чтобы никто не выполз, не вылезал. Закрыли. Здесь, соответственно, у нас доступ к этим самым, к населствам. Здесь будут стоять, может, придумали такие ящички с сеном, соломой. И курочки будут нестись. Будет удобно, можно их достать, вычистить. То есть не будем какие-то там стационарные делать, грубо говоря. Населствия, его будет неудобно чистить и так далее. Наш курятник огромный. Значит, что? Да, собственно, все. Ну, внизу, естественно, пойдет сетка. Здесь пойдет крыша. Крыша будет такая гибкая черепица. Ну, самое главное, что домик. Здесь с этой стороны сидишь. Видно, как я сказал. Домик. Ну, в принципе, классно получилось. Сидим, что мне не нравится. Потому что изнутри мы не красим, да? И через окна слишком сильно видно. Поэтому окна, вот это рукстепло, скорее всего, я еще затонирую. То есть чтобы стопы получились такие темные. Не просвечивались. То есть света будет достаточно, к кукуру. А внутри будет, ну, не так бросаться в глаза. Вот это не красим. Вот, собственно, как-то так. По-моему, получилось клево. Завтра у нас по плану построить выгул. Выгул будет... Здесь, по-моему, у нас домик сто... Семьдесят? Да, сто семьдесят ширина. А выгул будет еще сто девяносто. Вот, вот такой вот еще выгул. Ну, выгул там очень просто все. Там просто каркас. Мы его красим сеткой. Закрываем, собственно, все. Самое сложное и самый такой трудоемкий процесс. И дорогой процесс. Потому что, вы сами понимаете, цены сейчас на материал космический. И не дешево сейчас стало строить. И стерев прям, мягко говоря, не дешево. Я потом в самом конце, когда мы все сделаем, я вот себестоимость именно материала напишу. Собственно, в этом доме можно жить. По факту. Вполне. Да? Да. Какой мини-микродом. Угу. Ну вот. Такими темпами сейчас руку набью. Научусь еще лучше это делать. И мы построим свой собственный дом. Каркасный, естественный. Но необычный. Если мы дорастем до того, чтобы строить дом, он будет точно нестандартный. Вот это я точно буду. Такой, который ни у кого нет. Ладно, все. Ладно. Незавтра. Продолжение следует...